Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы» с вами снова я, Ольга Бабоянс. Экологическая безопасность – это тот вопрос, который заботит всех, все население, одещанное во всяком случае. И для того, чтобы решать такие вопросы, нужны специалисты. Для того, чтобы правильно оценивать нашу экологическую ситуацию, тоже нужны специалисты. И стоять на страже, и на защите нашей экологической среды тоже нужны специалисты. Вот такой специалист сегодня у меня в гостях. Иван Русев. Здравствуйте! Здравствуйте! Доктор биологических наук, известнейший эколог, настоящий профессионал, настоящий патриот, настоящий украинец. Сегодня наша передача посвящена памяти об одном очень хорошем человеке, о замечательном человеке, о патриоте, об украинце, об экологе, ученом, о моем отце, Вадиме Конторенко. И, конечно, хочется говорить о папе только с его друзьями, только с его последователями, продолжателями. Да, Ольга, я могу себя с гордостью отнести к последователям, к ученикам Вадиму Николаевичу, потому что для меня есть понятия такие родители, мои генетические, которые меня воспитали, и те люди, которые дали мне дорогу в жизнь. Ваш отец один из тех. Я был молодой, когда я попал на Днестр, мне нужны были какие-то духовные наставники, которые бы подсказали, как лучше прочувствовать этот Днестр, и Вадим Николаевич оказался таким человеком. Это был конец 70-х, начало 80-х. В то время было очень интересно, в том плане, что тогда были многоводные годы, много воды было на Днестре, паводки. Мы думали, это будет бесконечный такой вот рай на Днестре. Но, к сожалению, потом такие начались процессы, и это настолько сплотило нас, настолько мы получили знания от Вадима Николаевича, что это стало как бы фундаментом нашей деятельности. Я хотел бы начать с того, что Вадим Николаевич, прежде всего, человек с большой буквы. Это человек, который не пройдет мимо какого-то незаконного действия, какого-то аморального действия. То есть он всегда скажет свою точку зрения. Для меня это было самое главное. Второе – это человек, который всегда, доводя свою точку зрения, опирался на научные факты. Не просто так огульно, как многие сегодня говорят, вот я знаю. Он знал, и он был действительно настоящим ученым. У него настолько скрупулезно собирались факты, настолько было все это четко, огромный ряд наблюдений, и когда он делал выводы, он делал их обоснованно. Это меня привлекло. Я настолько полюбил такой вот стиль работы. Могу привести пример, как он очень серьезно в 80-х годах работал над изучением такого явления, как сгонно-нагонные процессы в плавных. Но это была одна из основных его тематик тоже. Да. Инструментальная база, самописцы, огромный ряд наблюдений, умозаключения, потом стоки, огромные ведомости эти. Меня это, конечно, поразило. И я всегда поражался, почему же Вадим Николаевич с таким огромным научным багажом не имеет степени. А потом я стал понимать, что таких людей они не допускали, которые действительно... С одной стороны, не допускали, с другой стороны, он не хотел, даже не стремился абсолютно. Ему это не нужно было. Он воплощал в себя все степени, но воплотил в своих детях. Это точно, да. Так вот, когда мы познакомились, я тогда узнал о том, что он, во-первых, охотник. К охотникам я отношусь предвзято. Может быть, я не люблю охоту саму и не люблю охотников, которые не исповедуют принципы охраны природы. Но Вадим Николаевич был уникальным человеком. Он о природе говорил очень много, о ее бережном отношении к ней говорил. И, конечно, охотился, но убрал норму ту, которая положена. И вот в один из таких вот дней ему попалась птица, которую он потом приютил, под названием Борика, это уникальная птица, лебедь-шипун. Кстати, Вадим Николаевич дал впервые научные данные вот этим лебедям Борьке, который жил у него, а потом спустя 26 лет, когда он вернулся, научные данные о том, сколько живет лебедь-шипун и какой он имеет привязанность к людям. Так что вот это меня настолько пронзила, его вот такая вот черта человеческая. А потом начался самый серьезный этап в нашей деятельности совместной. Это борьба за Днестр с точки зрения вот сохранения его стока. Потому что она заревала огромное строительство плотины Днестровской АГЭС. Нижнеднестровская АГЭС, да? Да, называется направлено Днестровская АГЭС. Сейчас их там три. Днестровская АГЭС-1, Днестровская АГЭС-2 и ГАЭС, гидроаккумуляционная станция. Их три. До этого была Дубосарская. Но нас тогда не было, и отца вашего тоже не было на Днестре. Это был 1954 год. Когда она построилась, кстати, она первая перекрыла проход осетрам, и Днестр потерял осетровое. А потом вот этот огромный комплекс Днестровской АГЭС. Вадим Николаевич первый сказал, ни в коем случае нельзя строить такую огромную плотину. Он первый, как ученый, сказал, что вода будет уходить в карстовые пещеры, огромного ложа. И действительно там около полтора миллиарда кубов уходит. Вадим Николаевич, как звонарь Днестра, его так и называли, он тревогу бил во все инстанции. Давал телеграммы штор, не делайте этого, давайте паводок, не зовем Днестра. Мы как биологи, я и Игорь Щеглев, мой друг, да, и Вадим Николаевич, у нас была тройка, которая боролась с этой огромной системой. И мы тогда заложили основы и предложения экологических попусков, чтобы они были оптимизированы, чтобы их было достаточно для Дельты Днестра, поскольку там все зависело от воды. Нет воды, нет жизни. Все погибало. Конечно, это же равнинная река. Папа говорил когда-то, что зарегулировать равнинные реки может только безумец. Да. Вообще-то, это выражение его учителя Петруня, и он повторял всегда, зарегулировать равнинные реки может только безумец. А вторая его коронная фраза «носить воду в решете» по поводу огромной проблемы с СССР. Когда вот он находился в маяках, он знал, что надвигается огромный проект Советского Союза в рамках огромного проекта переброски стока рек Сибири на юг, был проект переброски вот Дуная через Днестр в Днепр. Это безумнейший проект был. Да. Безумный. Безумный по своей вообще нелепости. И ваш отец один из первых по-настоящему, я тогда еще не был в этом движении, я присоединился в 89-м году к этой проблеме, но он когда только услышал, в конце 80-х он уже говорил об этом, не стоит отделять от материнской среды этот лиман. И так и получилось, сегодня лиман загублен. Так вот, когда мы с этой плотиной начали заниматься, было понятно, что нас не слышат. Нас, поскольку мы были юными, Игорь и меня делегировали от нашей группы, при редакции газеты «Вечерняя Одесса» был экологический клуб. И ваш отец был, и я в этом. И нас делегировали с Игорем поехать за 700 километров на эту плотину и сделать разведку. На самом деле, что она творит, какие у нее планы работы. И когда мы подняли все материалы там, мы ужаснулись, что экологические вопросы, вопросы Одессы, как питьевого центра для места дают воду, да, вопросы плавнее, которые дают жизнь многим людям за счет ресурсов, они не учтены. То есть воду будут давать тогда, когда насытится ненасытная энергетика. И мы тогда начали бить тревогу, и появилась одна из первых больших статей вашего отца и Бифани, которая называется, ну она тревожное было название тогда, я помню. Мы параллельно с Игорем даем информацию о том, почему забыли об Одессе. Они дают, как ученые, гидрологи дают свою информацию. И тогда мы подняли практически всю общественность за борьбу за Днестр. Это был огромный пласт, его можно обсуждать в нескольких программах. Но я хочу переключиться на другой теме. Вот в тот момент, когда мы почувствовали, что есть угроза Днестру, мы с Игорем выдвинули идею создания национального парка. Заповедные земли, национального парка, разные формы были. Отец ваш, Вадим Николаевич, ну я просто поразился, насколько он действительно понимал необходимость сохранения. И вот наша троица днестровская начала делать пропагандистскую такую работу. Ну и в печати, и на встречах. Я помню, как ваш отец в здании на Канатной 83 с трибуны, ему дали слово, мы, я тогда был депутатом, я попросил тогда, чтобы ему дали слово. С трибуны он убеждал депутатов областного совета, почему надо сохранить это Днестр. И нам удалось это сделать. Мы работали буквально с каждым депутатом. Мы сделали специальные буклеты, мы их раздавали. Мы работали, ну как говорится, на износ. Нам удалось первый этап сделать, создать заповедное ротище. А потом, через годы, очень много сил было потрачено. Особенно мне поражал ваш отец, что вот чиновники говорят, а вы должны местные советы спросить. А у нас сил не хватает, надо было в Ясках, в Троицком, в Маяках, на Длиманском, везде эти советы быстро собирать и выступать там, а у нас сил не хватало. Нас просто разводили, да, но мы все-таки успевали, и мы доносили свою точку зрения. В конце концов, в 2008 году национальный парк указом президента создан. И огромное спасибо, что у вас был такой отец, вам, вашей семье, что он тогда стал рядом с нами, потому что в одиночку было очень сложно биологам сражаться. А он как гидролог это вот делал и направлял нас. Правильно, но вы были вместе. Действительно, вы были едины, да, едины в одном порыве. И я, папа действительно, он был настоящим ученым, безрегален ученым, потому что знали его и в Голландии, приезжали к нему, и не только, его знал весь мир, потому что по его публикациям, по его, ну, он яростный. У него характер был яростный. Он боец, патриот и боец. Он патриот, да, он боец настоящий. И вот, кстати, об охоте. Папа же последние 10 лет не охотился. Он просто уже настолько был убежденным защитником природы, чтобы он прекратил. Конечно. Он когда-то... И я тоже, я тоже не приемлю охоту абсолютно, потому что представить себе косулю бегущую, которую стреляют с безумными глазами, это просто не страшно, это невозможно. Другое дело, когда для развлечения, это страшно. Да, и папа был тоже еще, берегите Днестр, потому что пока я есть, я еще отстаю реку, меня не будет, не знаю, что будет. Вчера был в вашем доме, видел фотографию, и где надпись берегите Днестр, и это зарядило меня еще раз. Я хочу сказать о том, что он не только думал о природе, он думал о людях. Вот когда у людей забрали вот эти прекрасные луга вдоль маяк и превратили пруды. У него это, да, болезнь сердца, первые вот элементы заболеваний появились именно на этом фоне. Он говорил, как вы могли людей обмануть, вы отобрали у них пастбище, отобрали то, ради чего маячане селились, луга, где они косили сено, где бы послали скот, где они отдыхали. Отобрали около 600 гитар. Сегодня на этих прудах хозяину и другие, те, которые застроили с другой стороны реки Днестр, они не отпускают местных жителей. Местным жителям сегодня нету доступа. И именно Вадим Николаевич эту тему поднимал. Тогда она абсолютно никем не была услышана. Сегодня она, к сожалению, тоже не услышана. Но она будет обязательно решена. Обязательно, потому что есть последователи. И мы не можем согласиться с тем, что селу, которому скоро будет 600 лет, чтобы люди не имели доступа к реке. Только маленький там пляж, и то там тысячу машин, которые приезжают на рыбалку, нельзя пройти там людям. Это преступление. И дай Бог, чтобы это при нашей жизни было, и мы могли в память об отце об этом говорить. Но еще одна огромная проблема была. Трасса Маяки-Паланка. Это да. Чиновники, когда хотели быстро доехать в южную часть Одесской области, они решили, да мы быстро закроем эти протоки Ерики. Папе настолько нравилось рассказывать о том, сколько было проток. 26 проток от Маяки до Паланка. 26 проток. Вот были старые мостики. Вот в любой паводок вода проходила туда, и не было наводнений в Беляевке, там в Ясках, потому что вода разгружалась к Лиману. Распределяла, да, и распределяла. А здесь она как тромб, просто вот она прикрывала все. И у нас был один голландский проект, где Вадим Николаевич был главным гидрологом, экспертом. И мы сделали прекрасный проект, когда вместе с Паланкой, вот трансграничный проект, да мы убедили Примара Паланки, что надо там эти дамбы, хотя земля бы распоевана, но дамбы надо разорвать, чтобы вода с Днестра могла зайти на луга, на границе 51-го километра. И нам это удалось. И мы показали, что можно маленькими такими шагами это делать. И благодаря гидрологу Гонтаренко, специалисту. А в результате, что сейчас мы имеем? Сейчас мы имеем национальный парк. Да, вы знаете, когда мне говорят, зачем вы создавали национальный парк? Нет, как вы его создавали? Ведь у истоков стояли вы, вдвоем прежде всего. В этом году будет 30 лет, как мы начинали создавать национальный парк. 30 лет. Кстати, мы на Днестре можем отметить, а потом здесь делать еще передачу. И вот когда мы начинали создавать, мы верили, мы идеалисты все. И ваш папа был идеалистом. Он думал, что... Колоссально. Да, что он говорит, вот все услышат и быстро начнут делать. Нет, люди разные, причем люди в основном потребители. Очень мало таких пассионариев, как ваш отец, который говорил, что это надо сохранить и для других. Вот когда мы начали делать, мы думали, есть образец, Елоустонский национальный парк, который был создан в 1872 году президентом Грантом. Сегодня это величина мировая. Сегодня все... Это эталон, да? Мы думали, вот мы быстро достигнем. Нет, мы не достигнем быстро. Потому что в головах людей сегодня другие задачи, и люди не научны беречь то, что вокруг них находится. Советская система изуродовала просто взгляд человека. Человек сегодня не понимает, вот зачем вот эти плавания. Школа должна пропагандировать. Кстати, о школе. Ваш отец, Вадим Николаевич, когда мы начали создавать национальный парк, ходил сам лично в школы. Дети приходили к нему. Мы вывозили их в плавни. Он приходил туда читать им лекции. А потом, когда британцы захотели сделать маленький экологический центр, они нашли Вадима Николаевича именно у него. В этом вот базе Гидромета был создан первый экологический центр в Одесской области на базе вот Вадима Николаевича, который принимал постоянно студентов, школьников, любых посетителей. И он доносил свою точку зрения до них. Это я помню очень хорошо. А экспедиции Днестр, которые вы организовывали? А экспедиции Днестр. И благодаря вашему отцу он давал возможность там размещать имущество экспедиционное. Иногда, когда ливни или дожди, перебазироваться и спасти людей, потому что там в плавнях сложно жить. Но эти экспедиции дали самое главное. Мы, когда начинали делать национальный парк, взрослые не понимали, что это такое. А вот дети, молодое поколение понимало, что это важно. И мы акцентировали внимание на детей Ясок, Маяк, Троицкого, Беляевки. Одесских детей собирали их там. И две недели мы с ними работали. Но кроме того, что мы давали им теорию, мы очень много делали практической работы. И одесские же детки были. Конечно. Там много, очень много. Это было гордость каждого ребенка. Что самое печальное, что когда мы начинали это движение в 1986 году по экспедициям, кстати, и Вадим Николаевич первый принимал первую экспедицию на большом корабле. У себя вот есть прекрасная фотография и фильм об этом. И он был очень рад, что люди из Тернополя, эсперантисты, спускались вместе с молдаванами, с нами и защищали эту реку. И вот когда мы начинали это делать в экспедициях, было что важно, чтобы доносить до людей нашу точку зрения. Взрослые не понимали, но молодежь понимала, и мы поняли, ага, надо брать детишек. А потом детишки приводили взрослых людей к нам, и мы уже через детишек доносили свою точку зрения. У нас стало очень много разрастаться, вот наша община, как говорится, да, очень много единомышленников. И благодаря этому движению мы создали. Так, что самое печальное, когда мы, делая национальный парк, думали, что вот будет парк, мы передадим эту эстафету парку. И в парке есть отдельная структура экологического просвещения и образования. И парк обязан, тем не государством, получая бюджетные деньги, заниматься. Но получилась пропасть. Мы в 2008 году прекращаем заниматься этим, надеемся на то, что парк будет. Но парку уже 6 лет никто этим не занимается. Абсолютно. К сожалению. То есть идея, к сожалению, не удалась? Затей не удалась? Нет, идея была хорошая, что мы на общественных началах пока нет, государство не заботится, мы делаем. Но коль скоро государство уже платит деньги людям, они обязаны это делать. Если вот мы в следующем году, мы так с Юлией Вадимовной, с вашей сестрой, большой активисткой экологического движения, и стоявшая у стоков тоже, она была совсем юной, когда мы начинали создавать, но сегодня она понимает, что она делала единственный правильный выбор тогда, делать вот этот национальный парк. Так вот, мы договорились, что если парк не возьмется за это дело, мы возобновляем эти экспедиции уже для детишек и для тех внуков, которые появились от этих детей. Через фонд вот этот, да, Гонтаренко, да, или на базе, наверное... Да, да, эколого-культурный центр имени Гонтаренко. Так вот, на том острове, где мы делали экспедиции, где мы 21 год собирались, этот остров в честь Вадима Николаевича мы решили его назвать... 21 год! 21 год подряд мы собирались, да, назвать его в честь имени Гонтаренко. И он сегодня имеет и название в парке, как остров Гонтаренко, там есть экологическая тропа. Так что это одна из маленьких таких... Одно из маленькой такой памяти для Вадима Николаевича. Но я считаю, что он заслужил намного-намного больше. И дай Бог, чтобы мы достучали за тех людей, кто работал с ними, был в движении с нами, чтобы они о нем говорили. Потому что такие люди, как Вадим Николаевич Гонтаренко, они рождаются очень редко на планете, да. И если их идеология, их мышление, их стиль жизни не будет доноситься до молодых, то мы будем терять эту ниточку. Ну, папа был очень светлым человеком. Конечно, и те, кто общался с ним, наверное, тоже менялись. Честно говоря, он менял даже мировоззрение тех людей, чиновников, которые абсолютно не принимали его точку зрения. Я не буду называть имена, но это было уже... Я очень хорошо это помню, когда можно было повернуть вспять. Абсолютно безнадежное дело. Это было у папы. Что мне нравилось еще, что папа при всей своей вот такой напористости, убежденности, он был неконфликтным человеком. Вот я могу сказать, что я иногда конфликтую. Я когда вот использую все шансы, не получается, и я могу очень резким быть. А папа всегда толерантным был. Он говорил убежденно, эмоционально. Но он понимал, что на той стороне стоит тоже человек в своей идеологии. И он старался его убедить. И это всегда импонировало. Поэтому он этим и брал очень многих чиновников, которые не могли понять сразу, о чем идет речь. Это у него получалось хорошо. Вы помните эпопею с тростником, который начали... Был период, когда начали тростник использовать для корма животным. Не помните эту ситуацию? Да, когда комбикорм делали. Когда комбикорм делали. Да, помню эту ситуацию. И кроме того, что делали комбикорм, ну, они там косили тростник, да, очень много людей туда ходило. И в рабочее время все поднимали страну. Но проблема была в другом. Они не слушали ученых, что нельзя было столько много коров держать, потому что ничем было кормить их, да. Конечно. Надо было все продумывать. И даже когда огромное количество коров приходило в плавни, эти коровы уничтожали все, что там было. Выпас обязательно нужен. Ни одна степная экосистема. Водноболота не может жить без выпаса, да. Конечно, конечно. Но все должно быть с научной точки зрения. И когда это было, оно было все по-советски сделано. Вроде бы надо, но в таком аспекте оно было просто наизнанку показано. Не, ну, в конечном счете, идея не дошла до безумия по тростнику. То есть не стали кормить. То есть коровы не стали есть. Да, коровы не стали есть. Коровы оказались умнее. И что я хочу сказать, что вот отец надеялся, что очень быстро все проблемы, которые он поднимал, решатся. Но я еще, слава богу, живой, да. И я думал, что я вот увижу, пока я не вижу перемен. Вот лук, напротив которого жил Вадим Николаевич, да. Он каждое утро выходил к реке, здоровался с ней, благодарил ее за то, что она дает ресурсы такие. И видел прекрасный лук, где раньше было очень много деревьев пойменных. Был потом лук с растительностью такой травянистой. А сейчас луга нет. Лук уничтожили сотни-сотни огромных коттеджей. Туда местных жителей не пускают. И отец, я думаю, что он получил бы инфаркт от того, что происходит сегодня там. И слава богу, что еще остался один маленький кусочек прямо напротив мостика, где он выходил. Напротив своего мостика. Но сегодня тоже хотят его отобрать. И мы с Юлией Вадимовной, еще и для единомышленников Маяцких, мы за этим очень зорко следим. Это было бы последней каплей цинизма. Мы хотим его отстоять, чтобы был свободный доступ. На века свободный доступ. Но это задача парка. Поэтому сегодня статус парка есть формальный. Но, к сожалению, он не выполняет те функции, ради которых мы боролись. Ради которых мы стояли и на пикетах, и где угодно. А по поводу... Что сейчас с гидроаккумулирующей станцией? Потому что, когда папа не стало, и начались новые-новые проекты. Сейчас, я вам скажу, есть большая угроза. Разрабатываются новые правила эксплуатации гидроаккумулирующей станции, ГЭС, ГЭС-2, целого комплекса. И в этих правилах не участвует основная часть научного слоя нашего. Я сколько писал письма, мне отвечают. Национальный парк, прошу, вы же это государство, пишите письма. Мы должны на месте обсудить наши интересы, интересы Днестра, Одесситов, чтобы забить в эти правила норму, что здесь должен быть такой-то сток. Иначе мы потеряем этот Днестр наш, Нижний. Мы над этим сейчас работаем. Я надеюсь, что мы успешно сделаем эти правила. Если они будут потом нарушать их энергетики, я имею в виду через суд, надеюсь, на справедливый суд, мы сможем отстоять интересы Днестра. Ну вы, Иван, это абсолютно, мне кажется, продолжатель папиного дела. Спасибо, спасибо. И что-то все-таки, наверное, вселилось. Так как у нас сфера существует, я в это верю абсолютно, то мозг и умы, они не исчезают никуда. И они куда-то, они генерируются в ком-то, в последователях. Почему говорят, что ученики – это лучшее, когда ученики перерастают своих учителей, это очень важно. Спасибо. Я книжку, самую основную книжку, которую я очень ценю, я посвятил папе, посвятил Гонтаренко, Дельта Днестра. Вань, а скажите, а вот как бы сейчас, вот в этой ситуации, как бы поступил папа? Папа был бы в первых летах. Вот есть национальный парк, который, ну, что-то не так. Папа бы стучался во все двери, папа бы достучался, я думаю, до генерального секретаря ООН. Потому что он с огромным опытом не смог бы смириться с тем, что беспределом, который проходит. Те причины, проблемы, которые были, на них еще наслоились новые. Папа не смирился бы. Я бы стоял рядом с ним однозначно. А как бы нам это, как бы нам воплотить? А есть внуки, вот я ехал вчера с внуком Гонтаренко, с Данилом Терновым. Есть другой Гонтаренко, есть еще другие родственники, Маша и последователи. Я думаю, что вот в следующем, в этом году, в 2015 году, мы соберем в честь 30-летия идеи создания парка единомышленников на Днестре. Мы подумаем о том, как мы можем быть полезны для Днестра и как сохранить память очень важного великого человека, который сделал много. Я участник этого события обязательно. Спасибо. Иван, спасибо огромное. И передачи наши вынуждены заканчиваются, потому что время наше подошло. Но я благодарна вам за память. Спасибо. И мы, память, конечно, у нас она, конечно, есть, но я благодарна вам за память, потому что... Спасибо. Когда я не стала папой, стало все по-другому. И очень жаль, что он рано ушел. Кстати, ушел он тоже на рабочем месте, тоже воюя за один из экологических островов. У него была своя война, своя война была. Да, у него была своя война, и она его погубила. Ну что ж, память о нем должна быть очень слегка. Потому что... И будут его последователи, и будут гордиться еще этими последователями, в честь папы будут называть еще и острова, и, может быть, и другие объекты природные. Дай Бог. Спасибо огромное. В гостях у нас был Иван Русев, доктор биологических наук, известный эколог. Спасибо. Национальной безопасности и хорошей экологии. Субтитры подогнал «Симон»